С вами на канале Ленивый Повар, и сегодня мы делаем классный облепиховый домашний чай. Нам для этого понадобится чайник, вода, апельсин, естественно, облепиха и немножечко специй и нашей любви. В первую очередь, что нужно сделать? Налить в чайник воды. Этот чайник я взял на Marketplace за 900 рублей. Реально. 900 рублей, все удовольствие. Наливаем литрушечку. Включаем. Нам понадобится апельсин. Так как плоды привозятся обработанные воском, я профессионал и говорю вам, что нужно с ними сделать. Я знаю, у каждого есть свое мнение, которое вы оставите в комментариях. Я обязательно лично на каждое отвечу. Возможно, я и не прав. Показываю, что нужно сделать. Возьмите кипяток. На апельсин полить прям кипятком. Нужно этот воск обязательно смыть. Если вы хотите смыть воск просто под проточной водой, у вас точно не получится. Именно только кипяток. Видите, он меняет цвет. Обратите внимание, как он поменял цвет. Тарелка была не белая, поэтому не видно вот эту всю шелупонь, которая там осталась. Протрите насухо. Протрите. Все. И убирайте в холодильник. Все. Пусть ваши дети пользуются на здоровье, едят апельсины, яблоки, чистые грейпфруты, помелло. Делайте так. И будет успех. Облепиховый чай должен делаться из облепихи. Показываю, если у вас облепиха на ветке, как у меня, можно взять, естественно, свежую. И когда она спелая, и вы будете ее обрывать, закидывать, она в руках прям разрывается. Видите, давится, брызгает. Это некомфортно. Возьмите облепиху, киньте в мороз. Заморозьте, да, ну вот, как у меня. И затем она прям откидывается, прям сюда вся. И она всегда будет целой. То есть нам понадобится 100 грамм облепихи. Если у вас без ветки, 100 грамм облепихи это 5 столовых ложек. Когда у вас будет возможность собирать облепиху на ветке, вы ее отрывайте с ветками. Не думайте, что вы делаете боль на дереву. Вы не делаете боль на дереву, потому что облепиха именно, она весной затем растет так, чтобы вы именно брали с ветками. Не нужно повторять это с черешней. Но именно с облепихой, да, желательно прям на ветке. И затем, когда вы заморозите, достаете и классно все обрываете. Легко, непринужденно, с улыбкой, как я. Когда она замороженная, она прям классно себя ведет. И ты просто ее обрываешь. Тебе комфортно ее обрывать. Она сама податливая. Слышишь? Самый вкусный облепиховый чай. Сейчас покажу, как готовить. Один литр воды, пять столовых ложек мороженой облепихи. Включаем. Затем клендерим. Корица. Одна палочка. Бадьян. Один. Гвоздика. Один. Режем сюда половинку апельсина. Столовая ложка облепихи. У меня просто нет столовой ложки мороженого. Я специально заморозил для вас. Видишь, когда она не мороженая, она вся мнется, ломается. Раз. До кипения. Вот это фантастика. Нужно, чтобы закипело. Облепиха. Облепиха. Бадьян. Корица. Гвоздика. Вода. Вот. Это закипело. Выключайте. Отставьте. Засеките три минуты. И добавьте мед. Мед. Облепиха бывает разной. Бывает крупная, такая прям оранжевая, прям темная. Она безумно сладкая. У меня желтая, мелкая, это кислая. Она в разных регионах растет. И в зависимости от кислотности облепихи мы уже добавляем мед. То есть сюда теоретически уйдет две чайные ложки меда на один литр. Корица, бадьян, гвоздика по одной штуке. Это будет круто. Наш чай. Сляк. Поэтому нужно добавить обязательно мед. Мед не нужно добавлять, как только закипело. Дайте настояться все-таки. Три-четыре минуты чаю нужно дать подышать. Он настоится. Специи отдадут свой вкус. После этого мы добавляем на литр. Я попробовал. У меня кислая облепиха. Три чайных ложки меда. На здоровье. Не обожгитесь. Приятного аппетита. Какого аппетита. Приятного чайпития. Повар ты ленивый. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Колокольчик должен позвонить. Вижу каждого. Спасибо. Люблю. Субтитры подогнал «Симон»